Всем привет! В саду снова новый житель. Ребята, жарко ужасно. Ждешь это лето, потом наступает, и днем в сад не выйдешь. И вечер наступила, прохлады совершенно никакой нет. Ну, южане у меня, наверное, сейчас все понимают, жара просто нереальнейшая. Ну, а теперь вернемся к нашему саду и к нашим красивым растениям. Расцветает у меня в композиции молодила. Так интересно все это смотрится. Сейчас, наверное, самый пик нарядности этой плошечки. Все молодилки выпустили деток. И вот только вот это отличилось таким необычным интересным цветением. Я вам показывала, уже рассказывала. Первый раз посадила каллу. Купила клубень один вот в соседстве с медуницей. И посадила я ее, здесь была посадочная яма для азалий, кислая почва. Вот она очень быстро вышла, такую массу набрала. Красивый такой листик вот с белыми отметинками. И вот смотрите, как интересно в компании с медуницей смотрится такой контраст. Единственное, что каллу я приобретала черного цвета. Ну вот видите, опять пересорт. Видимо пересорт сопровождает садоводов практически постоянно. Вот красивое сочетание, красивое растение. В прошлом ролике я вам уже начала показывать лилии. Рассказывала, что очень люблю эти цветы. И теперь буквально каждый день открываются какие-то новые сорта. Вот здесь у меня растут розовые, такие очень нежные, очень красивые лилии. Вот очень нравятся они у меня с такими горошинками характерными для лилий внутри. Красивый сорт, но вот эти лилии не обладают ароматом. А вот здесь показывала вам, как-то уже начинали выгонять бутоны белые лилии. Вот эти лилии невероятно ароматные. Они очень крупные, очень красивые. Вот эта группа, я их посадила, они у меня уже несколько лет растут. Вот смотрите, размер бутона. Бутоны такие тугие, такие большие. Вот аромат на весь сад. Вот правда в любой точке сада будет пахнуть этими лилиями. Продолжает свести моя глициния. Я получила вопрос от подписчицы, как вы ее стрижете, чтобы она цвела. Я стригу ее на глаз. Вот просто убираю полностью. Вот если начинается вот молодой побег, я оставляю вот так. Одна-две почки срезаю. Одна-две почки от новой веточки обрезаю. Получается, я ее формирую штамбиком здесь. И она из каждой пазухи выпускает опять новые плети. Но так как глициния это лиана, и плети были бы, наверное, до бесконечности, то есть, ну, просто достаточно часто это делаю. А ту часть, которая у меня растет на перголе, это две ветки я сохранила на лиане. Вот одну пустила на перголу, одну вот на штамб. Я ее просто обстригаю на глаз, вот не даю ей свисать сильно с перголы, чтобы это было достаточно аккуратно и опрятно смотрелось. Вот такая вот обрезка. И бутонов, кстати, очень много. И вот новые, новые появляются. Очень удачная глициния. Ну, вот на примере этой ветки могу показать вам вот так вот раз. Вот здесь, в этом месте я ее примерно и обстригу секатором. То есть, вот она будет таким шариком. Вот, смотрите, взяла вот тоже молодую веточку. И вот сколько на ней бутонов. Вот идет раз, два, три, четыре, пять, шесть бутончиков. На вот таком маленьком-маленьком кусочке. Один из самых часто задаваемых вопросов, вот у меня на канале в комментариях, всегда задает вопросы мне по поводу заборчика. Что это у вас за забор, из чего он сделан, где вы его приобретали, как это называется. В общем, я его, если честно, даже не так афишировала, как и свои там самодельные мафы какие-то. Это забор из камыша. Это камышовые маты. Я не знаю, вот в интернете можно, в принципе, найти компании, которые именно продают маты для забора, для крыши. Они такими секциями небольшими. Я не знаю, просто в каких городах у нас вот Приморско-Ахтарск делает. Мне очень нравится тропический стиль. Он подразумевает какой-то бамбуковый, тростниковый забор. Вот камыш, на мой взгляд, он эту тенденцию подхватывает. Ну, у нас в нашем регионе это довольно распространенное. Ну, и найти его несложно. Знаю еще в Леруа Мерлен, вот в Кастораме, в таких магазинах часто продаются рулонные заборчики. Вот вы спрашиваете, где? Вот там я видела, но они не такие плотные, как мой. Мой сантиметров 5 толщиной. То есть он, в принципе, у меня здесь и ветрозадерживающую функцию хорошую несет, не только декоративную. Вот пока стою, покажу вам тут рядышком у меня растет гиптокодиум микониеносный. Каждый раз вам говорю, вот выгоняется цвете. Вот посмотрите, как он в динамике, уже какие большие метелки, уже прямо хорошо видно, что это бутончики, красивое растение. Я очень переживала, думала, он будет у меня подгорать. Читала, на юге подгорает. Но, видимо, место подобрала удачное, выглядит прекрасно, очень любит воду, просто такой водохлеб. Постоянно его лью, вот буквально каждый день, чтобы у него всегда была влажная корневая система. А вот здесь у него в ножках у меня расцвела монарда. Смотрите, какой красивый бутончик. Продолжает цвести мой прекрасный олеандр. Тоже такой красивый, насыщенный малиновый цвет. Был у меня тоже вопрос в комментариях, как он у вас перезимовал. Он у меня стоял в горшке, я его никуда не вносила, пока температуры были более-менее такие, минус 3, минус 5. Он стоял на террасе под крышей, но на открытом воздухе. И когда у нас была очень морозная неделя, там вы можете первые видео посмотреть, я показывала там. Я его занесла в дом, в такое более-менее прохладное место, где он у меня несколько дней стоял. Как только нормализовывалась температура, я его опять выносила быстро на улицу, чтобы он не успел впасть в весну, можно так сказать. И в общем, очень это было заморочество, потому что иногда даже днем заносила, на ночь вносила опять в дом. В общем, прекрасно, вот такой вот результат зимовки. У нас продолжают цвести кактусы, а вот рядом с кактусом вот это гладиолусы. Гладиолусы у нас зимуют, и даже несмотря на очень морозную зиму в этом году, я их не выкопала и думала уже все, но вот они прекрасно вышли. И вот очень много, видимо, там деток, потому что целый такой сноп. Нужно будет их, видимо, в этом году выкопать и хотя бы проредить. Вот, каждый год цветут. В прошлом видео я вам показывала, как уже начинают бутоны закладываться на физостегии. У меня белая физостегия, посмотрите, как красиво она расцвела. Такая яркая, нарядная, но довольно агрессивная. У меня очень много вокруг выскочило новых отростков. Буду ее рассаживать, так что, если вы сажаете это растение, знайте, что она агрессирует. Продолжает цвести монарда. Смотрите, специально стала показать вам, какой огромнейший просто куст. Сзади такой же, немножечко меньше куст ромашки. Прямо красивое получилось такое сочетание. Сочетание ярко-розовое с белым. Такие два больших массивных куста. Очень красивое. Сколько здесь опять шмелей, бабочек. Сижу утром, пью кофе, смотрю, как они тут бабочки, шмели, жужжат, роятся. Очень красивый, очень душистый кустик. Вот мне все начали писать комментарии, что можно в чай заваривать. Но вот я слышала, что это бергамот, но все никак не решусь попробовать. Кто пробовал, отпишитесь в комментариях, нравится вам чай с монардой. Друзья, вот мне очень понравилось у вас спрашивать. Вы мне всегда подсказываете, если я не знаю, какое-то новое растение. Вот на рынке приобретала там петуньи и брала в кашпо. И мне подарили вот такой интересный цветочек. Я не стала гуглить, что это. Пишите, кто знает. Очень красивая, такая, видимо, неприхотливая, яркая, нарядная. Сказали, что это однолетник. Начинает расцветать будлея. Моя будлея Муншайн Будма. В прошлом ролике показывала, отвечала на вопросы, на комментарии по будлеям. Вот уже видно, насколько красивый такой сиреневый оттенок цветочков в сочетании с такой лимонной листвой. Соцветия будут открываться все сильнее и сильнее. Я прищипываю, не ленюсь. Когда цветают соцветия, я раз в пару дней подхожу здесь и все выстригаю. И тогда стимулируются вот боковые почки, и она выгоняет и выгоняет новые-новые соцветия. Это очень красиво. Здесь тоже куча бабочек, шмеликов, все роятся, жужжат. Вот еще новый цветочек в саду. Подарили мне скобиозу. Вот не сталкивалась с ней. Вот понравился очень цвет. Такой красивый, светло-светло-лиловый. Это такое интересное растение. Кто выращивал, тоже напишите в комментариях вообще, как она себя ведет. Быстро ли разрастается, агрессирует, сеется ли она семенами. Смотрю, у нее здесь вызревают такие семена. Как она вообще в саду? Показывала вам, что у меня появилось два саженца павловни. И девушка мне написала комментарий, куда вы его будете сажать. Это такое огромное дерево. Вот я вам показываю, посадила павловнию. Сюда я на это место сажала деринкоуза. Но я думала, здесь ему в принципе хватит. И солнышко такое в первой половине и после двух притенений. Но тем не менее он начал подгорать. Поэтому пришлось его пересадить. И вот на это место решила посадить такой большой прекрасный зонтик. У меня сбоку сейчас, покажу вам, растет лиственница Диана. И вот лиственница подгорает. Павловния довольно быстрорастущее дерево. И я думаю, что она как раз добавит здесь тени и будет такой красивый зонтик. У меня вообще в саду, сад такой олейного типа. И у меня по над дорожками вот с этой стороны растут высокие деревья. Это гинго-белоба, это вот бук, триколор, павловния, линкаранская акация. Которые именно будут давать мне такую тень, делать такую красивую аллею к реке. И в общем, в их живительной тени я уже буду выращивать более такие тенелюбивые растения. Вот она моя прекрасная Диана, лиственница, которая подгорает. Вот я ее пересадила. И вот тень павловния должна создать именно для этой красавицы. Очень хочу, чтобы она у меня все-таки выжила, развивалась. Вот, надеюсь, что все у них получится. В саду растут гортензии. Это метельчатые гортензии. Вот сейчас показываю вам полярный медведь. Уже выгнала хорошие бутоны. Воюю здесь с хлорозом. Приобрела препарат в хилатной форме железа, иметь. Сделала несколько обработок под корень хилатом железа. И вот этим препаратом, прошу прощения, немножечко сожгла ей листики. Ну вот она сбрасывает обгоревшие от препарата листики. Так что будьте осторожны. Видимо, лучше делать корневые обработки. По листу можно все-таки сжечь. А вот еще посадила в нескольких местах в саду хаутюнию. Чтобы она мне как раз здесь заплетала землю, притеняла корни гортензии. В общем, при попадании света должно быть очень интересное растение. Листик будет играть. У нее будет несколько от таких персиковых до желтовато-зеленых оттенков. Очень интересное растение. Хотела ее давно посадить. И вот попались мне саженцы. Вот покажу вам, как она быстро развивается. Я знаю девочка, которая мне ее вручила, можно так сказать, в ограничителях ее выращивает. Значит, я понимаю, что она так хорошо заплетает все. Но здесь мне как раз это и нужно. Друзья, я вам рассказывала про свой манчжурский клематис, который ко мне попал пересортом. И вот я его посадила. Он мне здесь декорирует забор за лавочкой. Вот он сейчас в цветении. Я его не обстригала в этот раз, потому что не стала заморачиваться. Заплел и заплел. И все равно у него хорошее такое цветение. Но если манчжурский клематис подстригать, это третья группа обрезки, если я не ошибаюсь, он будет обильнее цвести, конечно. Но все равно вот красивые такие цветочки. Ребята, лето в саду – это время, наверное, борьбы с вредителями и борьбы с сорняками. Вот вчера делала опять обработку, вчера обработала хвойный сад, сделала уже два ракурса, один пеноцид. И вот когда обрабатывала, даже на кайзуке увидела вредителей. Это просто ужас какой-то, понимаете. Вот все постоянно обрабатывается, и все равно все постоянно во вредителях. Это какой-то кошмар. Муравьи везде, они всю эту гадость разносят. Так что держите руку на пульсе. Сегодня буду делать обработку лиственного своего сада. Сделаю скор, скорее всего, и конфидор. Тоже циркончика добавлю. Вот постоянно нужно контролировать, иначе все съедят. Какие уже прекрасные бутоны на гибискусах и на сирийском, и на травянистых гибискусах. У меня очень много гибискусов. Очень люблю, когда вот сад наполнен таким крупными такими цветами. Такое красивое цветение. Так что очень скоро ролики станут еще наряднее. Вот здесь сейчас сижу, показывая вам. Это сирийский гибискус такой лилово-сиреневого цвета. Смотрите, какие у него уже прекрасные бутоны. Я делала подкормки. Я брала фертику люкс, разводила. Вносила под каждый гибискус, чтобы простимулировать им обильное цветение. Вот сзади белый гибискус сирийский. У меня здесь два деревца. Такой будет цветущий массив. Очень-очень-очень люблю гибискусы. Тысячу раз повторяю. В этом году еще посадила, показывала распаковку вам с оптхоза. Подруга мне подарила сирийский гибискус варигатный. Розеум варигатум, который не распускает свой цветок. А так они обсыпаются, но смотрятся как будто шишечки такие. В общем, все должно цвести и быть красивым и нарядным. Посмотрите, пожалуйста, как красиво сейчас и нарядно уже смотрится и помея. Вот если кто-то тоже увлекается тропическим стилем или тропическим садом, вот рассмотрите вот именно этот сорт ипомеи с вот таким вот листиком. Я честно искала как раз по листу. Я даже не знала и не запомнила, как он называется. Но на этикетке был нарисован лист. И как это вот красиво и нарядно смотрится. Я видела ее в массивах, когда это будет уже все увито. Она выгнала очень много соцветий, вот бутончики. То есть скоро она будет цвести. Цвести она будет красным цветом. И вот здесь у нее в компании еще один сорт ипомеи. Кстати, очень красиво смотрится. У одной листик светлее, у другой темнее. И вот здесь уже выгоняют бутоны клематис, которые я приобрела как тайгай. И вот мне самой очень интересно, потому что я смотрю, у меня в этом году прямо пересорт постоянный. В саду очень надеюсь, что все-таки клематис совпадет. Моя лилия, это бурдюрная лилия такая маленькая. Очень красивый цвет, такой персиковый. Кстати, вот у этой лилии сиреневые точечки. Я первый раз такое вижу, обычно точечки темные. А вот у этой фиолетовые, очень красиво коричневые точечки. Просто какой-то шедевр художественной росписи. Вот в прошлом ролике показывала вам свою вот рудбекию, которую в прошлом году посадила. Вот если кто-то смотрел, обратил внимание, она была бордового цвета, такая вот в лиловой оттенке. Сейчас цветок увеличился и стал набирать такие терракотовые тона. Она очень красивая, у нее очень интересная сама вот серединка, сердцевинка, цветочка. Вот красивая, конечно, очень. Необычная рудбекия. А вот посмотрите сейчас, как уже хорошо расцвела моя вероника. Это синяя вероника, вот очень красивые такие, ярко-ярко-синие, с такими зелененькими кончиками. Тоже, видимо, хороший медонос, потому что пчелки тут трудятся, прямо даже вечер их не останавливает. Расцвел вербейник, такие красивые желтые цветочки. Вот всегда обращаю ваше внимание, как вот красиво смотрится, когда темный лист вот в таких красновато-коричневых оттенках в сочетании с желтым. Очень интересно. А вот сзади цветет шалфей, доцветает. Что делать нужно с шалфеем? Вот после того, как он отцвел, я беру ножницы и прямо коротко его подстригаю, потому что он будет становиться неопрятным. И вот эти вот скоро высохнутся цвете, вот еще они так на грани, добавляют нам такой какой-то растрепанный колорит. Но в ближайшем будущем уже будет все это подстрижено и будет стимулироваться выгонка новых веточек. И тогда он будет опять зелененький, опять набитенький, красивый кустик. Я вам уже показывала, вот здесь формирую такую тропическую зону сада и говорила, что жду банан, который у нас зимует. Здесь у меня сзади растет прекрасная такая, очень будет высокая краснолистная канна, за ней зеленая клещевина, такие тропики. И впереди зеленая с огромным листом тоже канна. И вот сюда я подсадила, я наконец-таки дождалась, свой бананчик. Хорошая уже такая пальмочка была, большая такая корневая система, наверное, около литрового горшочка. Вот с таким уже большим-большим листиком. Вот гонит новый листик. Банан вообще, это трава и она очень-очень быстро растущая. Так что я надеюсь, что она уже в ближайшее время сформирует уже большую такую пальмочку и будет это все здесь красиво смотреться. И на фоне этого банана будет так нарядно и ярко смотреться моя георгина, которая прямо каждый день распускает новые-новые цветочки. Очень она мне нравится, очень-очень. Так что буду вам показывать, когда вырастет мой прекрасный банан. Помните, я вам показывала, рассказывала, что весной подстригла свои метельчатые гортензии, везде повтыкала веточки. У меня даже был комментарий, что у меня тоже листики распустились. Так вот, веточка не просто распустилась, почка, она еще и выросла. Выросла уже около 5 сантиметров молодой приросту этой веточки. Я так понимаю, что там уже наверняка сформировалась корневая система. Но, конечно, я ее в этом году трогать не буду. А потом вот все вот эти веточки, которые я по саду воткнула, вот в самых, можно сказать, злачных местах, и все они вышли. Вот одна у меня вышла прямо вместе с корешком мискантуса. Там мне тоже подруга осенью привозила кучу всяких корешков злаков. И вот этот мне показался, ну, вообще просто совершенно мертвым. Я его просто сюда кинула, он, видимо, даже, я не знаю, сам прирос. И вот гортензия просто в мискантусе зибринос. Но буду потом их рассаживать, разделять. Так что вот такое все-таки получилось удачное черенкование. А теперь, как я вам и обещала, расскажу, покажу вам свою новинку своего нового питомца, нового жителя моего сада. Это тропическое, это очень редкое растение, хлородендрум бунги. Хлородендрум бунги – это редкое тропическое растение. В переводе с греческого переводится как «дерево судьбы». Древние римляне украшали цветами хлородендрума бунги свои храмы и особняки. Представляет собой кустарник около двух метров высотой. В нашем климате может быть, конечно, около полутора. Посмотрим, как он будет развиваться. Это лиана, но будет расти кустарником. Она не плетется. Вот смотрите, какие интересные стволы, покрытые все вот такими как будто воздушными корешками. Здесь почечки. Растение не любит палящее солнце. Любит солнце рассеянное в течение дня и открытое, наверное, первую половину дня. Вот так мне порекомендовала женщина, которая это все выращивает, эту всю красоту. У нее это растение цвело. Я надеюсь, что у меня все получится, оно тоже зацветет. Что по его выращиванию? Это растение водохлеб. Оно очень-очень любит обильный полив, любит опрыскивание, дождевание по листу. Очень хорошо отзывается на подкормки, как органикой, так и минеральные удобрения. Любит богатую, насыщенную микроэлементами почву. Поэтому сажая, нужно сделать ему слабокислый грунт, добавить туда органики хорошо, компоста или торфика. Вот такое красивое растение. Расцветает оно такими розовыми, красивыми, похожими на гортензию, на крупнолистную, круглыми соцветиями. Очень это все нарядно смотрится. Вот если присмотреться, то у него и сам ствол, и вот такое опушение на стволе имеет такой сиреневый оттенок. Сами листики тоже зеленые, с такими сиреневыми прожилочками. И вот даже молодые почки у него такого фиолетового цвета. Это все очень интересно, нарядно смотрится. И когда эти розовые, я представляю, здесь будут такие вот шапочки цветущие, это действительно будет очень красиво. Растения зимуют в нашем климате 6, B, 7, A зоны. Поэтому оно не любит, конечно, вот такие ужасные сквозняки. Вот оно отмирает и потом весной восстанавливается от корня. Ну вот я его посажу, буду наблюдать, покажу вам, когда расцветет. Вот, и будем вместе потом готовиться к зиме. В общем, вот такой вот новый экзот в саду, Клородендрумбунге. Друзья, на этом с вами прощаюсь. Вечер в саду, время золотое, работы много. Сейчас буду опять обработку проводить. Так что, до встречи в саду! Вечер в саду! Продолжение следует...